Девушки отдыхают Достаточно эмоциональный обзор Так что заранее прошу прощения Да, будет кое-что Очень и очень интересное Поэтому советую досмотреть до конца Но как Лёлька обещала Её старые ролики Те ролики, которые она снимала Якобы во время своей болезни Да, вы знаете Лёлька на ночь глядя пошла встречать Куру, в итоге не спала сама Ну и не давала спать Серёге Своему помощнику Кудахтали не только куры Но и Лёлька, у которой рот не закрывался Она всё время повторяла Какие же курочки красивые Какие же они красивенные Раз, наверное, тридцать Сказала, да, друзья мои Вы знаете, и кстати Причём это она снимала именно тогда Как я уже сказала Якобы, когда она тяжело И очень тяжело болела И вот, значит, вся вот эта вот больная Лёлька Вышла на ночь глядя В расстёгнутой куртке Видно, решила, Лёля Хватит Сергею Петровичу Расслаблять булки Да, пора бы ему и поработать Ну, обещала же она Увеличить своё хозяйство Вот, как говорится Получай, фашист, гранату Не успела проснуться Опять, опять понеслась во двор Вспоминая про своих курочек Говорит, пойду гляну Как же они там на новом месте Прям, знаете Строит из себя Самую настоящую курицу-насетку Лёль Вот я думаю Ты бы так над детьми Над своими тряслась Как над этими курами, да Кстати Опять, друзья мои Вышла якобы, значит, больная Вся раздетая В одной кофте Это в середине октября Вот, надо думать Причём так интересно Лёлька вышла во двор Увидела Фёдора И тут началось Завертелось Всё самое интересное Нет, самое интересное Будет ещё в конце ролика Так вот Знаете Федя ей говорит А где это вы пропадали? Лёлька, так знаете Слегка опешила От вопроса И говорит А я спала Ну, а Федя дальше Подставил Лёльку И сказал А вы чё, говорит Не видели Что у нас, говорит С пристройки Крышу ветром снесло Она говорит Да А когда? Он говорит А это позавчера было Тут, ребят Прифигела немножко я Думаю, это интересно Это ж в каком, простите Сне Надо так спать Несколько суток Чтобы не слышать И не чувствовать Что у тебя И не знать Что у тебя крышу снесло Пока ты спала Якобы Несколько суток Да, видимо Ввели Лёльку В сон, да А Лёлька И так далее Ну, говорить можно Всё, что угодно Но их мы не видим Соответственно Можно сделать По крайней мере Предположить Что их уже действительно нет Ну, либо они болеют Либо их нет Я больше склоняюсь К тому, что их уже нет Хотя, ладно Не будем на этом зацикливаться Это не самое главное В общем, получается Что она встретила маму Да И, знаете Решила Да Мама приехала ей помочь И Лёлька Пользуясь случаем Умотала Возможно К своим друзьям Козлодоевым Писать Очередной сценарий Ей жизни Ну, и понимать Как же выходить Из ситуации Такое же, кстати Было зимой Когда она Бросив маму На маму детей Своих всех Мало-мало-меньше Поехала К Козлодоевым С ночевкой И ничего ей не мешало Поэтому Лёля Да Раз её не было дома И знать не знала Что крышу снесло Да Крыша слетела Ну, а Феде Загадочно на вопрос Где же вы были Где же вы пропадали Сказала Я спала Ага Прям самая настоящая Спящая красавица Спала Несколько суток Всё кричит Что ей не спится Да Что у неё нет времени Чтобы поспать А тут спит Прямо несколько суток Не просыпаясь Кругом летят крыши Да Избы горят Как говорится А она спит И знать не знает Что происходит У неё над головой Но смешно Смешно Хорошо хоть её Не унесло Как Элю с татошкой Да Пока она спала Ну, Лёлька Ну, сказочница Кстати, Лёлька сказала Что вот этот вот Серёга Её помощник Повёз девчонок В поликлинику Ну, я так понимаю Девчонок Кого он мог повезти Якобы близняк Наверное Ну, да ладно Не будем об этом Ну, а Лёлька Спрашивает у Артура У вас сегодня Мероприятие Это намечается? На что Артур Говорит Да, да Это они как раз таки Говорили про те самые Шашлыки Которые потом Лёшка-картошка Выкладывал у себя В сторис И демонстрировал Нам эти кадры Ещё на выходных То есть Получается Оля вообще По сути Не болела Да У неё было там Некое ОРЗ Но это Простите И не считается Да Её сначала Не было дома А потом Она ела шашлыки Как-то так Да Вот такая у неё Получилась болезнь Причём Лёля Рассказывает о том Что Артур Решил сам Проставиться За то Что он Построил Пристройку Как отлично Да Обычно Проставляются те Кому Построили Да Сказала Лёлечка Что приехала Её мама Показала завтрак Детей Показала Как мама Кормит детей Ну и Рассказала О том Что приехал К ней специалист Который как раз таки Будет делать ей Отопление Ну и Она схватилась За голову Не знает Что ей дальше делать Хотя нет Друзья мои Всё она Прекрасно Уже знала Этот ролик Был до стрима А на стриме В конце Она уже Всё решила И придумала Что надо будет Прикупить Ну решила-то Она заранее Просто на стриме В конце Она озвучила Что надо будет Прикупить ей Шесть конвекторов Ну ясное дело За счёт Хомячков Вот только Они пока Об этом не знают Потом выставят Донат И всё у неё Будет хорошо Она же сказала Сначала будем Тут отапливать Да А потом Отдадим их Туда В сарае Куром И так далее Ну а далее Друзья мои В конце ролика Она демонстративно Укладывается С улыбочкой На лице И стала рассказывать Как же её Бедную Несчастную Добивает болезнь Говорит Да ОРЗ ОРЗ А в общем Ну говорит Ничего страшного Вы знаете Я вижу Что у Лёльки Ничего страшного Даже если бы она сказала Что всё очень страшно Я могу сказать Что это не так Видок у неё Просто отличный Здоровый Она выспалась У неё всё хорошо Как обычно То есть Лёлька знала Вот представьте только Да Что она не больна Но простыло чуть-чуть Голос у неё охрип И что в этом такого Простите Да У кого-то через день Такой голос Да И что И вот это вот Ей не помешало Вот это плохое состояние Вернее Ну просто обычное Такое состояние Ей же не помешало Уехать из дома С ночёвкой К своим друзьям Что она даже не знала О том Что у неё в доме Крыши летают Да И в этот момент Она зная Прекрасно Что у неё всё отлично Пишет пост У себя в сообществе С просьбой Молиться за неё За её семью Так как им плохо И они находятся Под наблюдением врача Ребят Ну согласитесь Это самое настоящее Кощунство Хайповать На теме болезни Да Это уже просто Самое настоящее дно Спекулировать с болезнью Тем более Которой у тебя нет Ты не была в таком плохом состоянии Чтобы тебе выкладывать посты О том Чтобы за тебя молились Обычно люди просят Молиться за них Да Или за их близких Когда те находятся Где-нибудь в реанимации Где-нибудь между жизнью И смертью А это уже просто Свинство Когда вы Просите Да Знаете Я вот В прошлые выходные Честно ребят Быстро скажу Я приболела У меня поднялась Очень высокая температура Об этом знали только некоторые Да Так как я не считаю Нужным грузить своих зрителей На ютубе Своими проблемами У каждого из вас Их и так предостаточно И у меня спрашивали Некоторые зрители Которые заметили Что у меня голоса хрип Да Галюнь Что у тебя с голосом Я говорила Все нормуль Ребят Все замечательно При этом пила Всевозможные Там Терафлю Парацетамолы И так далее Сбивала температуру Да Я спала И когда я Знаете После того Как я вставала Сбивала себе температуру Я шла записывать ролики Но ведь все равно Я валялась целыми днями И ничего не делала Но в отличие от Лельки Я действительно Без конца потела Выглядела я конечно Просто ужасно Так как выходила У меня температура А Лелька кстати Позавчера вечером На стриме Уселась И стала рассказывать Что она ужасно Потеет В каком месте Она потела Я не знаю Да Но обычно Когда человек Серьезно потеет В связи с болезнью Это конечно же Очень и очень заметно Да Даже если она одета То по лицу Это все равно Заметно Или по шее И так далее Но не важно А у Лельки А у Лельки Был абсолютно здоровый И цветущий вид И у РЗ В легкой форме Не уложит вас В постель Как это сделала она Да Натянула Вспомните Театрально Улеглась Натянула Одеяло до подбородка Да Бодрая Здоровая С цветущим видом Все у нее было хорошо И прекрасно И при всем при этом Она говорила Ой я не могу Несколько дней Встать с кровати У РЗ люди Обычно Да Легкую форму Абсолютно нормально Переносят на ногах Еще даже кстати Некоторые умудряются Ходить на работу В общем Лелька Своими роликами Демонстрирует Опять новые подробности Своего Так скажем Вранья Закапывая себя Все глубже Глубже И глубже Но друзья мои Это еще не все Знаете Спасибо огромное Тем кто написал Это на моем канале Я если честно Увидела это вот Только-только Сейчас В комментариях А да Вот Что Вчера я выложила ролик Срочная новость О том Что значит Сергей Петрович Как раз таки Сдал Лельку с потрохами И вот Да действительно Вчера вышел ролик У него На канале Где он Простите Обделался По полной программе И действительно Сдал Лельку с потрохами Сказав о том Что А вот Она тут На днях Не на днях А сегодня Скакала на лошади Глории То есть Это сидит на стриме Рассказывает Что она чуть доползла До стрима Да Как ей было плохо Как она несколько дней Не вставала А этот сидит Значит Ходит там Среди коров Среди лошадей И рассказывает о том Что она скакала Вот тут вот сегодня Прямо на лошади Чуть не снесла корову Ну и так далее Ну я еще тогда Посмеялась В конце ролика Вчера Да и сказала о том Что Кстати Называется мой ролик Срочная новость Что там Леля и помощник Ну что-то такое Да Так вот И я еще сказала В конце ролика Я говорю Надеюсь Она его будет бить Не сильно Я говорю Понимаю Что он получит Люлей от Лельки И видимо так и получилось Он действительно получил Люлей от Лельки А вынужден был Вчера же Выложить коротенький Прикоротенький ролик На 40 секунд Да Видео В свое оправдание В свое оправдание В оправдание Лельки В котором Он сказал о том Что этот ролик Был им снят Две недели Тому назад В это никогда Не поверю Абсолютно Да Потому что Да действительно Он сдал ее С потрохами Но он пошел Еще дальше Он с чего-то Решил Что он имеет право Оскорблять Людей В том числе И оскорблять Своих зрительниц Оскорблять Вообще Женщин Да И вот это Недоразумение В штанах С тремя зубами Да Сказал о том Что Назвал Некоторых Вот этих Зрительниц И сказал Что я рад Что во вселенной Таких Тварей Очень и очень Мало Ну что ж Я могу сказать точно Вы знаете Что После этого Никак я его Величать больше Сергей Петрович Не буду Но если только Буду забываться Да Потому что Может просто Выскакивать Потому что Я считаю Что Вообще Когда тебя называют По отчеству Это еще Как говорится Заслужить надо А тот Мужского пола Человек Да Который Оскорбляет Женщин Только за то Что они ему Пишут Как раз таки Если ты выложил Этот ролик Если ты признал Что она скакала На лошади Да Это были твои слова Тебя за язык Никто Не тянул И теперь ты можешь Говорить все что угодно Понятное дело Они пытаются себя Обелить И сказать Что Ой нет Это было Две недели Тому назад В общем Да Но никто тебе Не давал права Оскорблять Женщин И называть Их тварями Это между прочим Были твои зрители За просмотры Которых Ты получал деньги И что я хочу сказать Я смотрю Что быстро Оперяются Вот эти вот люди Людишки Да Я бы даже сказала Которые находятся Рядом с Лелькой За ее счет Именно за ее счет Вытаскивают Свои каналы Просто Вот как сделал Это вот этот вот Дядя Сережа Да У которого До этого Я уже сто раз Говорила Когда он был Никто и звать его никак Он и сейчас Никто и звать его никак Но до этого Его канал был Никому не интересен Там было По 60 По 100 От силы просмотров И как только Он приехал И стал рядом С этим Лелькиным Да Барским телом Тут же У него Посыпались Просмотры Посмотрите Он на Лелькином контенте Делает по 30 По 40 тысяч Просмотров Да По 25 Это дохрена Даже Лелька На своем контенте Столько не делает И вот этот вот он Да Решил Что он как и Лелька Лелька же обзывает Смотрите Какая у него школа хорошая Да Лелька сидит на стримах Обзывает людей Там Дебилами Идиотами Говноедами Выводой И так далее Да Козлодой вы себе Сколько позволяют Оскорблений Да Какая-то орала Тоже Ненормальная На последнем стриме Который мы обозревали Вместе с правдивой Да Она орала Дебилы там всяко-разно Пошли вы напрям Сказала куда идти И так далее И вот это вот Недоразумение В штанах Серега С чего-то решил Что он имеет право Обзывать Женщин тварями Ты вообще кто такой Тебе кто дал такое право Ты что пришел на ютуб Оскорблять людей Ребят Честно Я действительно в шоке Причем оскорбляют Своих же зрителей Да тебя эти женщины Смотрели Я правда никогда не понимала Чему они там восхищались Тому что дядька Работает За свои деньги Да Получает зарплату Делает работу И еще вот это дело Все снимает на ютуб Да Явно не упахивается Полтора часа в день Утром полтора часа в день Вечером И за это получает деньги Его там чуть ли не носят На руках Ну вот пожалуйста Вот человек показал Своё истинное лицо Что ему хватило Совсем недолго Только-только началась У человека монетизация Пошла звездная болезнь Он решил Что он Знаете Самый главный Что он тут молодец Да Молодец Как я сказала Выставил тут же донаты Значит Причем написав Что да Для тех кто адекватный Мол Те будут слать ему деньги Ну что ж ребят Смотрите Вот истинное лицо Вот этого дяди Сережа В общем да А что касается имени отчества Ну Это еще Как говорится Уважение Заслужить надо Друзья мои В общем вот так у меня Получился обзор Да Пишите что думаете По этому поводу Оставляйте свои комментарии Мне очень интересно Ваше мнение Ну что ж Всех целую Обнимаю Всем желаю Прекрасного дня Хорошего вечера Берегите себя Своих родных И близких Здоровья Здоровья Еще раз здоровья Ну и конечно же Всем тем Кто подписывается На мой канал Всем кто ставит лайки Всем кто пишет Хорошие адекватные Комментарии Всем огромное спасибо Всех целую Всем пока